Христос воскресе! На истину воскресе! Слово на Пасху, 5-е, святаго Иоанна Златоустого. У идеев образы, у нас же истина, потому что сказано, закон, имея тень будущих благ, евреям 10.1, и закон, дан через Моисея, благодать же истина, произошли через Иисуса Христа, Иоанна 1.17. И то, что было у идеев, не чуждо было Христу, но относилось к нему, как прообраз и тень. Исполнение же и ясное созерцание вещей сохранялось до личного пришествия его, когда непосредственно увидели его царем. Все равно, как кто-нибудь, пишущий картину, сначала очерчивает тени, а затем расписывает картину красками. При этом теневое изображение на вид будто иное, а на самом деле оно то же самое очертание, которое лежит под красками. «Рассмотри же со Мною с помощью теней то, что истина, и обрати внимание на то, что показывает образы. И от малого восходи к великому, и не тяготи исключительно к земле, когда воспоминаешь об освобождении одного народа от мучителя, о временном спасении отроков и о переселении из одной земли в другую. В настоящее время должно вспомнить о великом, о божественных дарах, поистине дарах Бога, вспомнить тем, кто празднует великий вечный праздник, освобождение от противодействующих демонов, воюющих против добра, отвлекающих от Царства Божия, не на короткое какое-либо время, но на вечное, переселение от земли на небо в настоящей жизни и в вечное наследие после будущего воскресения». Египет угнетал иудеев, бывших свободными на самом деле, по происхождению от предков, возложив на них ермо рабства и принуждая делать кирпичи и строить города. Это символ мирового мучения, которое одолевает род человеческий, отпавший от божественного блаженства и свободы, с усердием трудящийся над земными делами и приготовляющий тленные жилища, потому что нет ничего у людей твердого и постоянного. Все дела рук человеческих тленны, уничтожаясь от времени. Бог хочет освободить от этого рабства, желая изнуряющиеся труда свое создание, как некогда, видя бедствие сынов Израилевых, освобождает их через переселение. Добровольно должны обратиться к Богу те, которые добровольно и отпали от Него. Посылаются рабы, имеющие закон, чтобы призывать через закон к справедливости, а справедливость его показывает дорогу к Богу, и чтобы противным силам наносить пока еще незначительные наказания, не приводя их к полной гибели, но только по частям, и пока еще не совсем уничтожая нечестивых из своей среды. Так именно было до пришествия Господа, явившегося уже после своих рабов. Они были образами и символами Его. Моисей был послан к иудеям с братом Аароном, призывая к служению Богу, вечуя египтян по очереди насылавшимися казнями за порабощаемый и угнетаемый народ. Но когда это происходило, Израиль был еще в Египте. Царь египтян мог еще противиться Богу. Девять казней было, но конца дела еще не было. Нужно было наслать последнюю казнь, смерть первенец, и Израилев вместе с ней выходят. Тогда-то приносится в жертву агнец. В ходы у домов еврейские мажутся кровью, и первенцы избегают казни от смерти через кровяной знак. Едят анкции иудеи с опресноками и горькими травами. Выходят из Египта. Их преследует фараон с прочими египтянами. Подходит к Красному морю. Оно принимает полчища евреев, разделившись божественным чудом от жезла Моисея, но потопляет вошедшую в него египетскую силу. Агнец, для тебя есть Христос при исходе от мира. Он тебя переселяет, возводя на небо, оживляя для вечной жизни. Переселяя человека, происшедшего от Давида, он вместе переселяет и тех, которые следуют за ним послушно и покорно. Не боятся боли фараона и не остаются в рабстве у земных мирских страданий. Через то незначительное и острое удовольствие образ которого имел Израиль при едении мяса с луком и чесноком в Египте. Таково мирское удовольствие, состоящее из очень остроумно сплетенной игры забот и плотского животного присущения. И когда ты выходишь из мирской жизни, тогда бывает начало истинной жизни, подобно тому, как у тех Пасха образовала начало месяцев. Теперь начало жизни, когда ты расстаешься с мирской земной жизнью, теперь ты находишь некоторую истинную жизнь, жизнь духовную. Христос приносится в жертву так, что ты знаешь, что жертвоприношение его совершил из-за тебя. Тогда для тебя сбывается то, что как овца веден он был на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен. Исайя 53.7 И кротость в нем сохраняет первообраз акца. А стремление к высоте и нежелание оставаться в долинах дает возможность козленку сбираться на высоты. Позы прыгают и поднимаются на места труднопроходимые и очень возвышенные. Высоким же для человека и недоступным местом было небо. С того дня, как человек пал, нарушив заповедь божественную, ставший рабом плоти и лишивший в святаго духа, туда теперь возводит, возвышая тебя божественная жертва, принесенная за тебя. С тобою он умер, чтобы ты жил в нем. Кровь акца спасительна для тебя, если ты приступаешь к ней с верою, если чувствуешь чувства свои помышления, через которые входит смерть, вслед за грехом помажешь верою, как бы кровью, все равно, как Израиль мазал входы кровью. Ведь если страсть не войдет тебя через глаза, слух, обоняние, вкус и осязание, а затем и через рассудок, тогда и смерть не овладеет тобою, но ты, нося в теле умершление Иисуса, будешь иметь и являющуюся в теле твоем жизнь. И смерть, ведущая свое начало от первозданного Адама, пройдет мимо тебя, как погибель первенцев миновала дома евреев. Поэтому и название этого праздника пасху означает прохождение мимо. Агнец у вас должен быть без порока. Исход 12.5. Потому что не порочен Иисус. Он не сделал греха, и не было лжи в устах его. Исайя 53.9. Потому что облечься сказанного нового человека, Ефесянам 4.24. Облегшись совершенством непорочностью Агнца, ты будешь Агнцем Бога. И сам, приставив свое тело в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, будешь напутствован к вечной жизни. Видишь ли, что твою пасху никаким образом нельзя сравнить с иудейскую, которая имела только некоторое подобие ее. Было лишь тенью ее. Владенчествовал, конечно, Израиль, совершая такие жертвы, и полагая, что имя он угождает Богу. И воображая, что через них получает спасение. Но совсем забывая о том, что это лишь образ единой, действительно спасающей жертвы. Поэтому Бог говорит им через Иеремию. И не дал им заповеди в тот день о всесожжении жертвы. Иеремия 7, 22. Конечно, нету лжи у Бога, и дав заповедь, он не может сказать, что не давал ее. Но дело в том, что совершение жертвы заключало в себе пророческий смысл и предвозвещало о Христе. Бог заповедовал приносить жертву Агнца, указывал на Христа, имеющего быть принесенным в жертву. И все, что относилось к Агнцу, прообразовывало Христа. Из этого иное ты уже видел, а иное, по возможности, рассмотри по порядку. В каждом еврейском доме приносится один самый лучший Агнец, и никакая часть мяса не выносится из того дома, где был заколот. Во всякой церкви, и во всякой душе, повсюду Христос находится весь, и нигде нет только части Его. Потому как там было много Агцев во всех домах поодиночке, то здесь в каждой душе один и тот же самый Христос. Пять дней держится Агнец в доме с десятого и по четырнадцатый, затем приносится в жертву иудейской синагогой в четырнадцатый день к вечеру. Пять промежутков времени обозначают этими пятью днями от Адама до конца, один до Ноя, другой вплоть до Авраама, третий до Моисея, четвертый от Моисея до пришествия Христа и пятый по настоящее время после Его пришествия. К вечеру приносится жертва, потому что в конце века Израиль в Севисинагогу согласился против Христа. С самого начала жертвы Христова всегда поднималось страдание праведных, начиная от праведного Авеля, и Христос был во всех страдающим. Совершилась же она тогда, когда пострадал сам себе пришедший божественный Агнец. И даже в четырнадцатый день того же самого месяца он пострадал, и дух предал к вечеру. Отделение же Агнеца для жертвы с десятого дня, между тем, как заклание его совершалось четырнадцатый день к вечеру, было образом того, что сначала было упражнение в страдании, а под конец само страдание. Затем рассмотри со мной новую странную заповедь Божия о вкушении Агнеца. Не есть мясо Агнеца сырым. Тоже и сырое мясо. Пусть бы сказано было не есть вареного, чтобы не тратить времени, потому что время было к спеху. Что это значит не есть сырого, но испеченный на огне? Ведь никто не запрещает того, чего никогда не бывает. Но образами, как я сказал, обозначаются вещи. Имеющий суетную веру употребляет сырую священную пищу, преданный удовольствием вареную, расслабляя, как вывариванием в воде. Твердую веру, беспечную жизнью. Опеченную на огне есть тот, кто имеет горячий и кипучий дух. Далее приказано есть голову с ногами и с внутренностями. Упоминание о голове должно напоминать тебе о Христе, что Он, как Бог, предвечно существующий. Есть глава невидимой и духовной церкви. Многие должны напомнить тебе, что в последние времена Он сошел на землю, как человек. А употребление внутренности анкса в приложении ко Христу имело тот смысл, что Он, имея сокрытую в плоти силу и праведность, не внешними, только и видимыми качествами приносит вкушающим Его пользу и спасение, но внутренними и сокрытыми. Мясо анкса съедается ночью и на день не оставляется. Во воспоминание страдания Христа во время мировой тьмы, после которой засветит день и явится жизнь Христового, как сказано. День приблизился римлянам 13-12. Кости анкса не сокрушаются, и у Христа войны не перебили голеней, как сделали это у распятых с Ним по свидетельству Евангелиста и Иоанн 19-33. Горькие травы, съедаемые санкцем, указывали на горечь скорбей, опресники на простоту и чистоту, как говорит апостол, то есть на новую добродетель, чистую от прежней порочности. Остается теперь раскрыть духовное значение внешнего вида вкушающих Пасху для того, чтобы и вы могли подражать ему, потому что духовный вид находится в тесном соответствии с телесным. Непростым поясом, но спасительным делом должен ты припоясать бедра твои, не телесные бедра ремнем, но духовным приготовлением души, а будь ноги означает по апостолу готовность благовествовать мир Ефесянам 6-15. Посох держи в руках не деревянный, но утверждающий твою веру. Всему внешнему виду их собравшись в путь, так как они торопились выйти из Египта, старайся побольше подражать, как бы спеша уйти от мира и тления. Будь усерден, но отнюдь не беспечен духовным вкушением Пасхи. Усердие в этом случае прекрасно, потому что оно свидетельствует не очеревоугодие тех, кто поспешно ест мясо, но о любви к Богу тех, кто спешит от мира к Богу. Употребление преснок в продолжении 7 дней это есть чистота в течение всей жизни. У кого остается оквасный хлеб, тот подвергается гибели, потому что порочность ветхого человека пабубна и никаким образом не может совмещаться с праведностью и святостью нового человека. И ты видишь, что при наличности такой закваски гибель человека вполне справедлива. При понимании же закваски смысле обыкновенной хлебной закваски показаться, что Бог несправедливо обременяет людей, запрещая квасный хлеб. Правда в образах открывается, но светит и познается в истине подобно тому, как и само помазание кровью, кажущееся недостойным Бога, перестает быть таким, когда образ рассматривается сообразно истине. Неприлично кажется Богу пользоваться знаком из крови для распознания домов еврейских, но вполне согласно с ним узнавать нас и спасать по вере в кровь Христову. А разве не столь же неприлично понимать и обрезание в том простом смысле, что будто бы Бог повелел обрезываться всякому намеревающемуся есть Пасху, если он не был обрезан, а затем приступать к идее. Если же ты будешь понимать обрезание в духовном смысле, тогда его таинственность для тебя объяснится, и ты прославишь Бога. обрезание относилось к детородным членам. От рождения ты человек имел покрывало, его ты именно ты должен отбросить, чтобы с открытым лицом видеть истину, а не рассматривать его из-под земного телесного покрова. И когда ты сделаешься свободным от плотского тела, тогда придешь ко Христу, и, прилипляясь к Господу, будешь один дух, участвуя во святом и спасительном общении, на которое указывало вкушение мяса. Обрежься же и совлеки тело вместе со Христом, согласно словам Павла, что вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Колоссинам 2.11 Таким образом, обрезывая у себя всякое корыстолюбие, честолюбие, любовь к удовольствиям, питаясь о божественной пищу, ведущей на небо, освобождающей от лукавых властей, избавляющих от тяжких трудов, дарующей тебе славный и блаженный путь к Богу во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Во Истин воскресе!